Одной поправкой правительство с балконов выгоняет всех, кто дымит и чадит, иными словами, всех дымочадцев. С 1 октября вступают в силу обновлённые, по сути, национальные противопожарные правила. Это то, что за основу берёт любой пожарный инспектор, когда находит нарушение и налагает санкции, в том числе штраф. И поправки вовсе не для того, чтобы избавиться от курильщиков, говорят в МЧС. Безопасность и культура – вот главная цель, считают спасатели. Основная цель поправок в постановлении правительства Российской Федерации преследует цель формирования культуры безопасности и культуры потребления табака. Примечательно, что слово «курение» в поправках звучит лишь в одном пункте, где говорится об ограничении курения на производстве. Про балконы же сказано следующее. Запрещается использование открытого огня на балконах, лоджиях, квартир, жилых комнат, общежитий и номеров гостиниц. Но что такое открытый огонь? В самих правилах противопожарной безопасности это понятие расшифровывается лишь к 436-му пункту, который запрещает ремонтировать паяльную лампу вблизи открытого огня. И здесь в скобках пояснение, что это горящая спичка, сигарета и дыр. Возможно, дыр – это звук зажжённой петарды или мангала, но в правилах всё лаконично. На самом деле тлеющая сигарета – это ещё не открытое пламя. Вопрос спорный. Потом её можно прикурить дома и выйти на балкон, и от этого процесс не станет безопасней. Кстати, знаете, почему я не курю? Да, это вредно, но не в этом дело. И во мне не привита культура курения, о чём говорит МЧС, увы. Но я не могу этого делать по закону. Нельзя этот процесс демонстрировать в кадре. А новые поправки к правилам противопожарным я уже нарушаю. Ведь у меня в руках открытое пламя, я нахожусь на балконе жилого дома. Я вчера шашлык пожарил, я, прикинь, спалил подоконник, чуть сам не сгорел. И одно дело курящий человек выходит на свой балкон, дабы не мешать никому ни дома, ни в подъезде, а другое – веселье с шашлыком и фейерверком. Кто опаснее? Впрочем, пожарные считают, что опасны все. Я надеюсь, что не будут привлекать курящих граждан. Тем более, вот эта поправка не содержит полного перечня нарушений. Адвокаты настаивают на том, что все-таки неплохо разобраться, мы с курильщиками боремся или с пожарами. Из форточек на кухне, если покурили, из закрытых окон выбрасывают. Мы что запрещаем? Если мы боимся пожаров, мы запрещаем бросать окурки? Так давайте это запрещать. При этом МЧС приводит статистику – 5% пожаров начинается с балконов, где больше половины возгораний от прилетевшего окурка. За факт курения – штраф 3000, если доказали. Залетящий источник огня пока наказание не прописано.